Я снова рад приветствовать тебя, любимый зритель канала Час Ремонта. В этом выпуске я собрал лучшие модели болгарок. На первое место нашего с тобой рейтинга становится Makita JA5030R. Одна из самых популярных болгарок как среди профессионалов, так и в бытовом применении. Обладает просто отличным балансом цены, надежности, удобства использования и мощности. Относительно компактный размер позволяет подобраться к любым конструкциям, а небольшой вес всего в 1,8 кг не будет утомлять при длительных работах. Диски сюда подходят размером 125 мм. Система плавного пуска с одной стороны делает старт работы более контролируемым и предсказуемым, с другой снижает нагрузку на сеть. От попадания пыли в подшипники и двигатель защищают специальные резиновые кольца с лабиринтной структурой. Корпус редуктора металлический, это дает одновременно и прочность, и хорошее теплоотведение от подвижных узлов. Вся остальная часть корпуса из ударопрочного пластика с тонкой талией для удобного обхвата рукой. Можно, конечно, работать и одной рукой, но для дополнительного удобства в комплекте есть еще одна ручка. В корпусе редуктора с двух сторон есть по отверстию с резьбой для установки. Защитный кожух на машинке имеется, его положение можно менять без применения специальных инструментов. Из систем защиты выделю антирестарт. Если электроэнергия внезапно отключится или вилка выпадет из розетки, то при возобновлении и подаче энергии машинка сама не включится. Нужно будет выключить кнопку и включить снова. В общем, модель на все случаи жизни, обладает хорошим запасом прочности, удобно в работе и справится с большинством бытовых профессиональных задач по резке металла или шлифовке. Стоит около 6700 рублей. Если в процессе просмотра ты найдешь подходящую для себя болгарку, то сразу же беги в описание, там я накидал всех необходимых ссылок с ценами и подробной информацией. А еще оставил промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место становятся модели от марки Bosch. В первую очередь позиционируются как болгарка для выполнения бытовых или полупрофессиональных работ, хотя нередко ее можно встретить и у профессионалов, использующих машинку для каких-то точечных задач. Диски сюда ставятся размером 125 мм. Скорость вращения может развивать до 11 тысяч оборотов в минуту. Легко режет металл или шлифует различные поверхности при установке соответствующих типов дисков. Корпус редуктора металлический, прочный, неплохо отводит тепло от вращающихся узлов агрегата. Кнопка представляет из себя традиционный переключатель-щелкунчик, который можно зафиксировать во включенном состоянии для длительного использования. Дополнительную рукоятку можно установить слева или справа, защитная система антирестарт и металлический кожух присутствуют. Модель удобная, легкая, справляется с большим спектром задач, обладает хорошим запасом надежности и мощности. Стоит она около 5900 рублей. Обязательно подпишись на канал Час Ремонта, чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров для дома, дачи и сада. А еще поддержи меня своим лайком и комментарием. На третьем месте еще один представитель марки Макита, только теперь это уже более серьезная модель, на которую подходят диски размером 230 мм. Успешно справляется с пилением и шлифовкой практически любых видов материалов – металла, камня, кирпича, бетона. Двигатель установлен мощностью в 2200 Вт. Выносливый и эффективный. Для безопасности использования внутри конструкции стоит расцепляющая муфта. Если вдруг диск закусит в материале, то она отключит вал от редуктора, тем самым обезопасив и пользователя, и саму машинку от повреждений. Корпус редуктора здесь тоже металлический, вся остальная часть пластиковая. То тут, то там по всей конструкции заметны вентиляционные прорези для охлаждения внутренних узлов. У курка включения есть как блокировка от случайного запуска, так и блокировка во включенном состоянии для длительной работы. На корпусе есть заглушки, позволяющие оперативно подобраться к щеткам. Двигатель надежно защищен от пыли и летающих абразивных частиц, поэтому можно смело работать с бетоном и камнем. Обойдется эта модель примерно в 12 тысяч рублей. На четвертом месте снова модель от Bosch, как и предыдущая, предназначена для дисков размером 230 мм. Ориентирована в первую очередь на профессиональное использование. Корпус редуктора металлический с вентиляционными решетками. На нем есть три отверстия с резьбой для подсоединения дополнительной рукоятки. Таким образом, ее можно установить в три разных положения в зависимости от задачи. Мощность двигателя составляет 2200 Вт. Максимальное число оборотов может достигать 6500 в минуту. Работать можно хоть с металлом, хоть с камнем и бетоном. Внутренние узлы надежно защищены от пыли. Весит машинка чуть более 5 кг. Кабель удобный, длинный на 3 метра. Стоит около 18 тысяч рублей. На пятом месте машинка от марки Вихрь. Подойдет для домашнего использования и профессионалам при выполнении нетребовательных точечных работ. Являет собой компромисс между машинками на 125 мм и 230 мм, так как диски сюда подходят на 150 мм. Конструкция повторяет традиционный вид корпуса болгарки с небольшими изменениями в дизайне. В частности, зона рукоятки для хвата рукой немного уже остальной части корпуса. Мощность двигателя составляет 1300 Вт. Подходит и для резки, и для шлифовки спектра материалов типа металла, камня или бетона. Дополнительную рукоятку можно устанавливать в трех положениях на корпусе редуктора. Стоит модель около 3700 рублей. На шестое место попадает модель от Интерскол. Относится к классу больших болгарок с дисками на 230 мм. Двигатель обладает мощностью в 2000 Вт. Несмотря на относительную доступность, модель рассчитана на профессиональное использование и при соблюдении рекомендуемой нагрузки может использоваться для выполнения длительных работ. Конструкция машинки традиционная, редуктор обернут в металлический корпус, вся остальная часть пластиковая. В зоне хвата есть сужение с крупной кнопкой-курком для запуска. Дополнительную рукоять можно установить в трех разных положениях. Из дополнительных плюшек выделю наличие плавного пуска. При старте машинка ведет себя предсказуемо и не дает лишних нагрузок на электросеть. В общем, модель выглядит довольно привлекательно из-за своих характеристик, обойдется примерно в 7400 рублей. Завершает наш с тобой рейтинг болгарка от марки Zuber. Универсальная модель для домашних мастеров и полупрофессиональной деятельности. Диски сюда подходят размером в 150 мм. Конструкция и возможности модели позволяют использовать как оснастку для резки и шлифования металла, так и для работы с камнем и бетоном. В относительно небольшом корпусе сконцентрирована мощность в 1400 Вт. Конструкция нам уже с тобой знакома по другим аналогичным моделям. Есть алюминиевый корпус редуктора, пластиковый основной корпус, удобная рукоятка с длинным курком старта. Дополнительную рукоятку можно установить в двух положениях. Модель относительно простая, удобных плюшек типа поддержания оборотов под нагрузкой и плавного пуска здесь нет. Ну и цена для своих характеристик у этой модели вполне адекватная, обойдется примерно в 5100 рублей. Если в процессе просмотра ты нашел болгарку себе по душе, то загляни в описание, там я накидал всех необходимых ссылок с ценами и оставил промокод. Подпишись на канал часремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока встретимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok